МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВИН, в студии Станислав Юдин. И вот некоторые темы этого выпуска. И вечный коммунальный бой. Покой им только снится. Снегопад этого вторника вновь прибавил работы бригадам дорожных служб. Фильтруй воду правильно. Экономический эффект от рационализаторского предложения начальника водно-химического участка Центральной электростанции ММК Андрея Шеметова составил 2 миллиона рублей в год. Навязчивый сервис. Пользуясь правовой неграмотностью населения, магнитогорская фирма по обслуживанию домофонов принуждает горожан платить им за ненужные услуги. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В магнитогорских школах продолжается карантин, вызванный ростом заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. Но это совсем не означает, что школьники, освобожденные от занятий, сидят по домам. Зачастую дети, предоставленные самим себе, гуляют по городу. В январе в Магнитогорске уже зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние. Сотрудники ГИБДД обращаются к горожанам с просьбой следить за своими детьми и вновь и вновь напоминать им о необходимости быть особенно внимательными на дорогах. Уважаемые родители, огромная просьба сейчас просто соблюдать элементарные требования правил дорожного движения. Они действительно простые. Вновь предупредить детей, чтобы не перебегали проезжую часть, категорически не перебегали, даже на пешеходных переходах, особенно там, где три полосы для движения и более. Ну и, конечно, дети сами вам подскажут, что их нужно в креслах пристегивать. В январе этого года в дорожно-транспортных происшествиях на улицах Магнитогорска уже пострадало четверо несовершеннолетних. И в продолжении темы детской безопасности. В Магнитогорске стартовала межведомственная профилактическая акция «Дети улиц». Она направлена на выявление детей и подростков, которые систематически уходят из семьи и государственных воспитательных учреждений, а также на решения, связанных с этим проблем. Только в прошлом году таких бегунов в городе было насчитано более 150 человек. Ощущение собственной ненужности – вот одна из главных причин такого социального явления, как побег из дома, считает начальник отдела по делам несовершеннолетних Любовь Щебуняева. В обычных семьях это получается, когда родители сильно заняты карьерой или личной жизнью. В неблагополучных становятся реакции на систематическое жестокое обращение. В госучреждениях на невозможность справиться с учебой и выстроить отношения со сверстниками. Заставить любить своих чат или воспитанников государства не в состоянии. Оно может лишь наказать нерадивых родителей и воспитателей, когда ситуация уже доведена до крайности. У нас сразу же составляется административный протокол за то, что были применены жестокое обращение по отношению к ребенку. У мамы, естественно, либо папа, либо кто-то у нас совершил такие действия, разбираются на состоянии районной комиссии. Их обязательно наказывают материально. Ну, у нас от 100 рублей и выше. На то, как понять ребенка, как выстроить с ним отношения, как распознать признаки насилия, и будет направлена нынешняя профилактическая акция. Она пройдет во всех средних учебных учреждениях города, где родители услышат массу полезной информации от психологов, педагогов, специалистов по делам несовершеннолетних и представителей полиции. Также будет проведено патрулирование мест сборов несовершеннолетних. Собраны оперативные данные о неблагополучных семьях с целью выявления детей, находящихся в социально опасном положении. Продолжаем программу. В 2015 году на толстый листовом стане 5000 Магнитогорского металлургического комбината произведено 953 300 тонн товарной металлопродукции. Предыдущий рекорд был установлен 5 лет назад. В 2010 году, когда на стане было выпущено 943 400 тонн металлопродукции. Уникальный толстый листовой стан 5000 был введен в строй в 2009 году. Участие в церемонии пуска агрегата принимал президент Российской Федерации Владимир Путин. Стан 5000 является ключевым элементом комплекса по производству толстый листового проката, который включает помимо стана комплекс в непечной обработке и машину непрерывного литья заготовок номер 6. Стан предназначен для выпуска высокорентабельного толстый листового проката для нефтегазовой отрасли, суда, моста и машиностроения. В июле прошлого года со стана 5000 была отгружена 5-миллионная тонна товарной металлопродукции, сообщает Управление информации общественных связей ОАО ММК. Лучшие рационализаторские идеи сотрудников ММК притворяются в жизнь. Для специалистов это признание и солидная прибавка к зарплате. Для предприятия снижение затрат производства и повышение качества продукции. Например, экономический эффект от реализации проектов начальника водно-химического участка центральной электростанции Андрея Шеметова составляет почти 2 миллиона рублей в год. Рассказывает Павел Берсенев. Андрей Шеметов пришел на ММК в центральную электростанцию в 1997 году после окончания Горно-металлургической академии. На турбинном участке он прошел путь от слесаря до мастера, а в 2009 году был назначен начальником водно-химического участка. Почти за 20 лет Андрей Шеметов изучил работу центральной электростанции досконально, поэтому и рационализаторские идеи, можно сказать, льются как из рога изобилия. За 2014 год он предложил 33 проекта, в 2015-м – 26. За 2014 год в результате его распредложения у нас экономический эффект составил 1,7 миллиона рублей. Уже подвели итоги по 2015 году, но экономический эффект составил 2 миллиона рублей. Водно-химический участок – объект своего рода стратегический. И именно здесь очищают воду, поступающую из реки Урал, а затем из нее получают пар, который используется для выработки электричества для цехов комбината. В час здесь перерабатывается от 600 до 800 тонн. Если на выходе вода не будет отвечать определенным качествам – жди аварии. Это чревато выходом из строя котельного оборудования в первую очередь, потому что проходит перегрев трубок котла, разрыв трубок. Котел просто не будет работать. Сначала вода проходит так называемую предочистку реагентами. Затем она поступает в механический фильтр, где очищается от грязи, а уже потом от жесткости и примесей избавляются в катионитовом фильтре. На участке 26 фильтров. И некоторые, рад с предложения Андрея Шеметова, как раз касаются их обновления. Не сам целиком фильтр, потому что очень дорогостоящее оборудование. Меняем часть фильтров, меняем внутренние дренажно-распределительные системы, меняем сам фильтрующий элемент на современный, благодаря чему у нас эффект достигает. Сейчас на комбинате выстроена грамотная система по внедрению новых разработок. За каждую стоящую идею работник получает прибавку к зарплате, а после ее внедрения еще и проценты от суммы экономического эффекта. Однако здесь, на центральной электростанции комбината, работа приносит Андрею Шеметову не только стабильный доход, но и моральное удовлетворение. Каждый день одного и того же у меня не бывает. Получается, каждый раз разное. Нравится работать, руководство отлично. Ну, я, наверное, им подхожу. Павел Бресенев, Олег Карпенко, телекомпания «ТВИН». 1 февраля Магнитогорский металлургический комбинат отметил 84-ю годовщину со дня образования. Именно в этот день, в 1932 году, первая доменная печь ММК выдала первый чугун. Как свой семейный праздник привыкли отмечать день рождения ММК и его ветераны. Тех из них, кто в разные годы находился на руководящих постах промплощадки, собрали в этот день во Дворце культуры металлургов имени Серго Арджиникидзе, чтобы от лица сегодняшних рулевых комбината поздравить их с праздником. Убеленные сединами виновники торжества стали собираться в фойе Дворца Загодя. Это тоже одна из традиций таких встреч. Многие, расставшись с производством, не видятся годами, а поделиться металлургом, которых тоже бывших не бывает, всегда есть чем. Так, за разговорами о ветеранском житье-бытие скоротали время до фанфа, возвестивших о начале праздника. И тоже повторяющаяся из года в год. Лучше любых пожеланий личного здоровья и благополучия для этих людей производственная сводка о здоровье и благополучии комбината, основу которого заложили в свое время те, кто сейчас за столами. Лучший металл Магнитогорский для автомобилистов в России делается в Магнитогорске на новых станах, который построил Владимир Владимирович Антонюк. Новая машина «Лада и Веста» сделана полностью из Магнитогорского металла. Новый ледокол, который заложен сейчас на стапелях, который самый мощный в мире будет сделан из Магнитогорского металла. 50% газопровода силы Сибири также будет сделан из Магнитогорского металла. Все в том направлении, которое было вами заложено, оно продолжается. Сам праздник был организован силами первичной профсоюзной организации группы компании ММК. Дело в том, что комбинатовские ветераны по выходу на пенсию не перестают быть членами профсоюза. И вне зависимости от социального положения и крайней записи в трудовой книжке становятся объектами большой программы, которую мы привычно называем «социальная политика предприятия», которая во многом зависит от сплоченности рядов профсоюзной первички. Большое достижение для нас всех с вами – это удалось сохранить членство профорганизации. 75 тысяч членов профсоюза, из них 52 тысячи работающих и 23 тысячи ветеранов. Это крупнейшая первичка нашей отрасли. Всем участникам встречи правком приготовил памятные знаки с символикой горно-металлургического профсоюза и первыми к награждению вызывали героев социалистического труда. В церемонию награждения перемежали концертные номера, среди которых были песни, будто списанные с биографией ветеранов Магнитогорского металлургического комбината. Игорь Гурьянов, Владислав Бусев, телекомпания «ТВ». К другим темам. Во вторник утром в городе вновь разыгралась метель, и горожане всерьез опасались повторения ситуации недельной давности, когда улицы были буквально заметены снегом. Однако вскоре снегопад прекратился, а вот коммунальные службы свою работу продолжили. Насколько удачно, расскажут жители Магнитогорска и наш корреспондент Галина Смирнова. В квартале вот так вот, как, негладкая дорога, вот как. Она даже, чтобы она гладкая была, правильно? Тяжело вам ходить? Да, тяжело ходить. Вот я и говорю, скальзываюсь. Если бы они гладко делали, тогда бы нормально было бы. Если в вашем квартале недостаточно гладкие и излишне скользкие дороги, это вина вашей управляющей компании, не справляющейся со своими прямыми обязанностями. Но как только вы выходите за пределы двора и оказываетесь на тротуаре близ проезжей части, здесь уже за ровность и безопасность отвечает дорожное специализированное учреждение. Ежедневно в каждом районе города работает по одной бригаде, состоящей из нескольких человек, пары тракторов и нескольких КАМАЗов. Сейчас дорожные службы в основном занимаются очисткой пешеходных переходов. После того, как пройдет грейдер, пешеходные переходы превращаются вот в такие завалы и преодолеть их можно только с риском для жизни. Разумеется, трём бригадам не под силу в одночасье прочистить все выходы на пешеходные дорожки. Более того, из-за уборки улиц подчас исчезают и сами дороги для пешеходов. Работа грейдера не всегда блага. Вот по правде, прошел грейдер, и пешеходные дорожки, как не бывало, люди ходят либо по сугробам, или прямо по проезжей части. В городе еще достаточно мест, где тротуары либо вовсе исчезли под снежными завалами, либо превратились в протоптанные людьми узкие тропки. Не справляются, честно сказать. Техники-то нету. А что, никто не знает? Все знают. Помогает нам сейчас и сторонний транспорт, башенопристрой материалы, прокат-монтаж, АТУ, ММК, треск магнитостроя очень хорошо помогает. За сутки ввозим порядка трех с половиной тысяч кубических метров снега на специализированные свалки города. Ну, работа ведется. Примерно за полтора часа в каждом из трех районов города мы встретили и бригады, убирающие тротуары, и грейдеры на проезжей части, и трактора. Так что говорить о бездействии дорожных служб не приходится. К слову сказать, появился у дорожников еще один важный помощник. Вот теперь. Потепление это радует, конечно. Сработает у нас соль. Все-таки наконец-то в минусовую температуру она не работала. Замороженный лед очень тяжело брался даже грейдерами. Приходилось по несколько раз проходить. Повторно на улицы заходить для того, чтобы содрать, налить колейность. С потеплением все-таки надеемся, что очищаться этот лед будет легче. Ну и намного быстрее уберем колейность, налить с улиц города. Галина Смирнова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН. Хотите попасть в подъезд собственного дома? Платите. Такое обескураживающее заявление услышал на днях один из жителей Магнитогорска, который решил расторгнуть договор на пользование домофоном. Представители частного предприятия пообещали, это сделать только после того, как мужчина подпишет заявление о согласии на ежемесячный платеж за пользование электронным ключом и домофонной панелью. Об этом инциденте в объединении защиты прав потребителей узнали в тот же день. Выпиющее нарушение законодательства было, что называется, налицо. В 32-й статье закона о защите прав потребителей прописано четко. Гражданин имеет полное право в любой момент расторгнуть договор на оказание услуг, причем без каких-либо условий. Но фирма «Факториал», обслуживающая в Магнитогорске домофонные системы, как раз-таки дополнительные условия выдвигает. Администрация пояснила, что такие действия они не предпринимают. Вот буквально вчера я был в этой же фирме «Факториале». При мне женщина пожилого возраста отказывалась от исполнения услуги на оказание услуг домофона, и ей заставили подписать такое заявление. Аннулировать договор об оказании услуг в «Факториале» согласились только с условием, что будет вноситься ежемесячная абонентская плата в размере 13 рублей за пользование ключом и панелью домофона. Напомнив, что такие действия противозаконные, Владимир Зяблицев спас женщину от неправомерных поборов. Однако, пользуясь малоинформированностью населения и тем, что их деяния не попадают под уголовную статью, предприниматели, скорее всего, и дальше будут принуждать граждан к подобным соглашениям. В этой связи в Объединении защиты прав потребителей напоминают еще раз, граждане имеют полное право не подписывать такие документы. А также советуют тем, кто не хочет вступать в конфликтную ситуацию, расторгнуть договор через почту, что тоже является вполне законным. Мы рекомендуем направлять либо заказным письмом с удавлением, а еще лучше ценным письмом с описью вложения, где будет написано, что вы отправили в адрес фирмы письмо с отказом от исполнения договора на оказание услуги. Квитанция с почты будет являться тем самым документом, что вы сделали свое волеизлияние о расторжении соответствующего договора. Татьяна Артюненко, Влад Набиев, телекомпания ТВИ. Напоминаем, что в среду 3 февраля Магнитогорский Металлург начинает свою последнюю домашнюю серию в регулярном чемпионате КХЛ. Прямую трансляцию матча против лидера сезона ЦСКА смотрите в нашем эфире в 19.00. Тем временем, Федерация хоккей России объявила состав сборной на матче Евротура против чехов, которые пройдут 11 и 13 февраля. Вызов в национальную команду, которая на сей раз выступит в экспериментальном составе, получили трое игроков Металлургом – защитники Алексей Береглазов и Сергей Терещенко, а также нападающий Александр Семин. И в завершении выпуска о погоде. По данным регионального гидрометцентра, 3 и 4 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Местами сильный, днем мокрый, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода. Ветер южный, юго-западный до 6-11 метров в секунду. Отдельные порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4,9, днем от минус 4 до плюс 1. В связи с этим 3 и 4 февраля повышается вероятность возникновения происшествий, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП, появление заторов на дорогах. В целях обеспечения безопасности возможно временное ограничение движения для грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tv.defis.in.ru. Впереди вас ждет прогноз погоды на 3 февраля. Всего вам доброго. До встречи. По данным интернет-портала rp5.ru, завтра 3 февраля в городе ожидается пасмурная погода, облажной снег, днем дымка, ветер южный 4-5 метров в секунду, отдельные порывы до 11 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 3, минус 2 градуса, днем минус 1, 0 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин